И всем нам, сервисам по ремонту автоматических коробок передач, уже настает настоящий капец, потому что вот оно, счастье, мечта, Нобелевская премия, вот сразу, сходу, вот на коробочке это написано. Опять оптимизация зазоров. Я приветствую всех зрителей нашего канала, с вами снова Александр, это сервис по ремонту автоматических коробок передач в Москве. Как вы уже знаете, работаем мы не только в Москве, поэтому если захотите по нашему непосредственному профилю задать вопрос, напишите, найдите наш телефон с мессенджерами. Сегодня мы занимаемся ремонтом не только в Москве, но работаем с регионами, как это сделать, посмотрите заглавное видео на нашем канале, подробнейшим образом рассказал про это. Прошлый ролик вызвал, конечно, огромный интерес, он был связан с маслом, с тем, как меняются масла, какие способы замена масла, и после этого я даже сделал две части ответа на ваши вопросы про масло. Кроме прочего, среди вопросов про масло были вопросы про присадки, присадки в АКПП. Это тоже связано с маслом, волнует вопрос каждого из вас, потому что многие производители присадок в масло, а их действительно длинный список. И досмотрите до конца это видео для того, чтобы в конце я обязательно расскажу, как посмотреть про многие разные другие присадки, кроме того, что буду рассказывать в этом ролике. Но самое интересное, что производители присадок в масло, мы говорим именно про масло в АКПП, то есть производители присадок для коробок, обещают и защиту текущей обработки, и продление жизни, продление ресурса, и восстановление. В общем, мечта, мечта любого автолюбителя. Спасительная палочка, а может быть соломинка, а может быть миф, а может быть туман, а может быть реальное технологическое чудо. И всем нам, сервисам по ремонту автоматических коробок передач уже настает настоящий капец, потому что вот оно, счастье, нужно залить, и тогда коробка будет и защищена, и продлится срок службы ее надолго. И если вдруг она сломалась и начала пинаться, предлагается еще и восстановление. Что с этим делать, насколько этому можно верить? Давайте сегодня расскажу свое скромное мнение на этот счет, который я так и озаглавил. Присадки в масло, это добро или зло? Можно ли этому верить? Сразу оговорюсь. Первое. Нет задачи чморить никого конкретно, никакого конкретно производителя присадок. Хотя, конечно же, для того, чтобы поговорить сегодня, я просто зашел в первый попавшийся автомагазин и купил первую попавшуюся присадку, и она вот у меня в руках. Я многозначительно закрыл название присадки, поэтому уверен, никто не узнает, хотя это был слоненок. Но не для того, чтобы нападать на одного и кого-то ругать, а только для того, чтобы рассказать, как можно оценить присадки в АКПП. Как я могу это оценить? А я могу это оценить только одним конкретным способом. Я предполагаю, вместе с вами, под вашим неусыпным контролем, что те, кто являются разработчиком этих присадок, наверняка для вас, для пользователей этих присадок, кроме того, что они положили тюбик с секретным зельем, положили сюда инструкцию, где вы сможете прочитать дословно, что вам предлагается и как это будет работать. И я могу сегодня только всего лишь, не проводя никакие химические анализы, не заливая, не заливая никаких присадок ни в свою машину, ни в машины наших клиентов, не используя эти присадки, мы их не используем. Но могу вместе с вами почитать, почитать дословно, что написано для нас с вами в этой инструкции, предполагая, что те, кто писали эту инструкцию, разработчик этой присадки, этих присадок разных, но возьмем для примера какую-то конкретную одну, про что они говорят, и попробовать вчитаться в смысл того, что здесь написано. Еще раз говорю, что я не провожу эксперименты, и поэтому, если ваш ответ будет звучать, вы сначала залейте, а потом отвечайте. Я не залью и не буду потом проводить химические анализы, разборок коровок. Ну, вот такой у меня метод. Хотите попробовать, я с удовольствием вам подарю вот этот бесплатный флакончик, который вот купил просто для того, чтобы достать из него инструкцию и прочитать ее дословно, что нам обещается. Ну что, готовы к взрыву мозга, постараюсь прокомментировать все, что здесь написано, все, что написано здесь, а также все, что написано на флаконе, для того, чтобы мы с вами немножечко разобрались, потому что мы же предполагаем, что те, кто сделали эти присадки, наверняка правильно про это написали. По-другому никак. Вот такая у меня логика. Еще расскажу, досмотрите до конца, потому что сейчас я расскажу про один конкретный пример на его примере, вот на примере одной конкретно присадки, не называя ее название, просто как взяв ее за образец. Но про другие присадки вы сможете узнать в конце этого ролика, поэтому досмотрите до конца. Ну, начнем с коробочки. Вот, почитаем, что написано на коробочке. А на коробочке нам написано, что состав предназначен для защиты от износа, продления ресурса и восстановления характеристик автоматической коробки передач любых конструкций, любых конструкций автоматических коробок передач, в том числе вариаторов с любым типом трансмиссионного масла. Мечта, мечта, Нобелевская премия, вот сразу сходу. Вот на коробочке это написано. И здесь даже на коробочке уже написаны эффекты. Я читаю, я цитирую. Эффекты от применения в автоматических АКПП. Устранение толчков, защита агрегата при перегрузках. Офигенная вещь. Снижение гулы и вибраций. Мечта просто каждого второго, а также сервисов, которым все приезжают с вибрациями. И увеличение выбега. Тут у меня сразу немножечко щелкнуло, и уже вот лампочка шестое чувство зажглась. Не пробил. Увеличение выбега. А зачем мне увеличение выбега? То есть увеличение свободного хода на холостых, на нейтралке. Когда я езжу на нейтралке? Никогда не езжу на нейтралке. С горы включил нейтралку и покатился. А зачем мне это нужно? Ну да ладно. Предлагают. А в вариаторах восстановление износа конусов. Уважаемые владельцы всех ниссановских вариаторов, которых мы ремонтируем, где ценник 200 плюс, а тут за 1000 рублей. Восстановление износа конусов, улучшение сцепления конусов и цепи, улучшение сцепления конусов и цепи. И профилактические эффекты ускорения и облегчения обкатки. В общем, намек сразу заливайте сновья. Снижение потерь на трение. Вот тут сразу не просто, мать вашу, шестое чувство, а прям восклицательный знак. Вот восклицательный знак, уважаемые производители присадок. По одной простой причине. Снижение потерь на трение. Дело в том, что принцип работы коробки передач автоматической это давление, это давление масла, ну, в разных узлах, плюс трение. Если не будет трения во фрикционных пакетах, коробка не будет работать, она будет пинаться. Честно говоря, снижение потерь на трение мне не надо. Вообще. Совсем. Надо именно то, что заложил производитель. Вот именно такое трение, какое вот заложил производитель при определенном давлении. Ну да ладно. Ну и увеличение ресурса агрегата, вот продление жизни. В общем, мечта, а не присадка. Как ее можно оценить, не используя в машине? Вот давайте, пожалуйста, давайте, пожалуйста, почитаю инструкцию. Ну что, поехали. Состав АКПП. 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 Есть разные составы для моторов, для трансмиссий механических. Мы говорим про коробочку для АКПП. Восстанавливает размеры и геометрию изношенных деталей. Предположим, всегда это вопрос под большим вопросом, вот, восстановление. Потому что производитель говорит, что он восстанавливает геометрию. То есть, появляется некий слой, вот, чего-то. Металлизированный, не металлизированный, у кого-то медный, у кого-то нанослой. В общем, некий слой, который восстанавливает геометрию. Предположим, не знаю, не проверял, микрометром не залезешь. Но, предположим, читаю дальше. И геометрия изношенных деталей оптимизирует зазоры в парах трения. Тут уже вопрос, но я понимаю, читая то же самое, похожее, в присадках для моторов, для моторов, где износ деталей и увеличение зазоров является критическим. И в нашей с вами коробке есть места, где увеличение зазоров, например, в гидроблоке является критическим. Там, где пара трения, алюминиевый корпус и анодированный алюминиевый плунжер-клапан. Либо соленоиды, это регуляторы давления, где тоже много разных сочетаний. Например, пластиковое седло и металлический клапан, металлический шарик. В общем, разные есть моменты, где нужно, где может увеличиться зазор, так или иначе. Ну, хорошо. Позволяет удерживать более плотный масляный слой на поверхности деталей, и это позволяет в автоматической коробке передач. Итак, облегчить переключение передач. Нам это надо. Другой вопрос. Дословно читаю. Облегчить переключение передач. У нас нет проблем с трудностями при переключении передач. И это не надо облегчать. Ну, вот, дорогие написатели этой инструкции. Говорю вам, как сервис по ремонту коробок, не надо облегчать переключение передач. Нет проблем с трудным включением передач. Я не говорю про то, что нужно подвинуть тяжелой рычаг, который закис. У вас закис трос между рычагом и коробкой, и у вас тяжело включается рычаг. А вот в коробке передач облегчать переключение передач просто не нужно. Поэтому, но, читаем. Что это такое? Расшифровка. Оптимизация зазоров в масляном насосе обеспечивает номинальное давление масла, что снижает вероятность появления толчков и рывков при переключении передач. Первый тезис, который нам с вами дал производитель. Он пишет, что с помощью вот этого средства он оптимизирует зазоры в масляном насосе. В масляном масляном насосе. Уважаемый производитель присадок, ну, этой конкретно, который узнает свою инструкцию, потому что я ее читаю дословно, и других присадок, у которых тоже есть такие же фразы. Дождитесь конца, узнаете, о чем я говорю. Первое. Зазоры в масляном насосе. Масляный насос это либо шестеренчатый масляный насос. Наверняка вы понимаете, о чем идет речь. Обычно это насос с внутренним шестеренчатым зацеплением. Шестерня внутри такой вот шайбы с внутренним зацеплением. Первый момент. Ну, второй момент пластинчатый, у которого пластинки, как в гидроусилителе руля, шиберной он называется, и здесь такая овальная шайба. И вот он вращается. Дело в том, что при обычной работе коробки передач эта деталь, что эта деталь работает всегда в масле, и от этого шестерни или пластинки не изнашиваются, если только здесь не явно грязное масло. Вот явно грязное масло, тогда, как любой материал, будет изнашиваться. Но понятие оптимизации зазоров в парах трения масляного насоса говорит для меня, честно говоря, ни о чём, потому что зазор где? Здесь есть шестерёнчатое зацепление, здесь есть пластинки, которые ездят по вот такой фасонной шайбе. Здесь нет проблем с зазорами, ну их просто нет проблем с зазорами. Есть проблемы, я вам объясню, в чём, когда начинает рассыпаться коробка и попадает, появляется железная труха, вот буксует коробка до состояния фрикционы железа по железу. Тогда у нас масляная труха вместе с маслом попадает в насос и на самом насосе вот здесь начинается, появляются такие кольцевые натиры. Я постараюсь найти какие-нибудь фотки из нашего опыта и вам приложу. Либо вот здесь появляются, на фасонной шайбе появляется такая дорожка, вот на 8 ступках это актуально здесь, а на 6 ступках ZF актуально здесь, либо на разных коробках, там на GM там такой насос стоит, а на Hyundai там такой насос стоит. В общем, когда железо попадает, начинается трение. В обычной жизни нет проблем с зазорами, ну их просто нет, это вечный узел. Более того, возьмите мотор, двигатель, это вечный узел, там нечем, он в масле работает, это идеальная пара трения. поэтому, когда я читаю фразу оптимизации зазоров, не понимаю, про что это, в масляном насосе, который обеспечивает номинальное давление, я понимаю, про что написано и рассказываю вам. Имеется в виду, что у нас настолько сильно изношена шестерня, что появляются зазоры настолько большие, что здесь появляются утечки давления, и это лечится нашим составом. Но еще раз говорю, что здесь не изнашивается насос, не появляется таких здоровых утечек, которые бы обеспечили номинальное давление масла. Это не про это вообще. Нет вообще проблем с масляным насосом в плане зазоров. И обеспечивать номинальное давление масла, что снижает вероятность появления толчков это в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Но на самом деле, ну вот поймайте меня за язык, напишите, дорогой производитель, скажите, что я вот делаю что-то не так, или приедьте, я вам еще раз то же самое расскажу. Но это не про это, это вообще. Появление толчков при работе коробки передач, это обычно износ гидравлики, который приводит к недостаточному недостаточно правильной работе фрикционных пакетов, и они включаются ну как бы с задержечкой, с пинками, посмотрите мой ролик, связанный с появлением пинков. Там про насос вообще ничего, поэтому этот пункт ни о чем, вот такой вот крестик ни о чем. масляный масляный насос сказали, слово масляный насос, масляный насос. Фух, идем дальше. Снизить гул и вибрацию, это второй пункт в плане эффектов, это писал производитель на инструкции, которой вот она, вот на инструкции, проверьте меня в магазине, не покупайте, но достаньте, не обманываю, дословно читаю. Что значит снизить гул и вибрации, гул? Оптимизация, опять оптимизация зазоров, оптимизация зазоров и восстановление подшипников снижают шум и вибрации при работе коробки передач. Уважаемые производители присадок, рассказываю, может быть вы не знаете, ну, вы сделали состав, но может быть вы не знаете, с удовольствием поделюсь с вами. В коробке передач, ну, например, в продольной, вот продольной типа ZF, например, ZF шестиступенчатая, восьмиступенчатая, разного рода айсины, подшипники, подшипники. Есть ли в коробке передач подшипники? Есть. Один. на выходном валу, вот если вот это представить себе корпус, колокол, коробки передач, она вот такая, вот здесь вот у нас мотор, здесь у нас гидротрансформатор, входной вал, подшипник, есть вот здесь, на выходном валу, вот здесь вот обычно у вас, если у вас задний привод BMW, то у вас здесь хвостовик, к которому кардан прикручивается, а если у вас полный привод, BMW, Land Rover, у вас здесь шлицевой вал, на который насаживается раздатка. Есть ли здесь подшипники? Есть. Вот здесь в конце стоит шариковый, даже не упорный. Уважаемые технические эксперты, подчеркиваю, он даже не упорный, обычный шариковый подшипник, потому что здесь нет осевых нагрузок, есть только радиальные, он вечный, вечный, он не гудит, не изнашивается, не меняется, вот никогда, от слова совсем. Здесь на конце стоит сальник и все. Это просто про коробки передач, поэтому, уважаемые владельцы продольных коробок, эта фраза не для вас. Кому же можно, тем не менее, оптимизировать зазоры и восстанавливать подшипники? На поперечных коробках, где вал, поперечная коробка обычно это корпус, который состоит из, ну, как бы, из двух половинок. Вот одна половинка корпуса, вторая половинка корпуса, и здесь внутри может быть несколько валов, где вот здесь и вот здесь запрессованы обоймы в алюминиевый корпус, а на валу там роликовый или шариковый подшипник. Подшипники в поперечных коробках действительно есть. Зазоры в подшипниках, ну, по сути, с точки зрения технической части, я вам могу сказать, что обычно, обычно, просто так выкрашивание подшипников, выкрашивание бывает. последний пример сейчас у нас на ремонте. Это Hyundai A6, не помню, какая коробка, A6 LF, по-моему, где вот сломало подшипник, он выкрашился, выкрашился подшипник, я вам приведу эти катастрофические фотографии просто для понимания. Вот сломало, обломало обойму вся коробка в роликах от подшипников. Такое бывает? Наш опыт говорит о том, что износ подшипников, приводящий к гулу, такого не бывает, если только коробка начинает работать на явно грязном масле. Это характерно для вариаторов. Грязное масло не само по себе упрочнение подшипников с помощью спецсредств, а появление грязи в масле начинает каленой вы понимаете, что такое подшипник? Это внутренняя обойма, внутренняя обойма, внешняя обойма и между этими обоймами закаленные шарики. Кстати говоря, спасибо, что напомнили, вот вижу, там тянут руку с заднего, про поперечную коробку и про подшипники. Да, конечно, есть подшипники упорные, я про них совсем забыл. Когда идет вал, и на вал насаживаются разные узлы, ступицы, между этими узлами ставится игольчатые упорные подшипники. Скажу, что они тоже работают в масле, нет проблем с подшипниками. Гудят, ну вот где-то привязать слово гудят подшипники можно в вариаторах. Вот вариатор, поперечная коробка, где, ну на самом деле иногда гудят подшипники от того, что в вариаторе много трухи. Посмотрите видео про устройство вариатора, и вы поймете, что я имею ввиду. но снизить гул и вибрации от того, что в подшипниках нормально работающих бывает износ, вот просто износ при работе на нормальном масле, такого наша практика не подтверждает, я вот здесь ставлю крестик. Ну вот как хотите. Рассказал почему. Перехожу к третьему пункту. Хорошо, что нам еще предлагается? масляный насос, который нам здесь нет проблем с подшипниками, ну в общей массе, ну нет проблем с подшипниками, чтобы они гудели за просто так от износа самого подшипника на чистом масле. Но третий пункт о мечта каждого из вас выбег. Выбег. нам с вами производитель присадки говорит, я вам увеличу выбег. Удержание более плотного, ну, про плотный масляный слой на поверхности я опускаю, потому что не могу это проверить. Может быть это так? На поверхность снижает потери на трение. Про трение я уже говорил. Не надо снижать. Нам не надо снижать трение в коробке. Не надо. Если только вы, уважаемый производитель присадок, скажете мне, что трение снижается только в паре железа по железу, а в паре железа по фрикционному диску не снижается. Может быть это такой супер состав, что он снижает, он же у вас образует более плотный масляный слой на поверхности деталей. На поверхности деталей железных он образует плотный масляный слой, на поверхности фрикционных дисков не образует, Он умный и не снижает трение, но продолжаю. И таким образом снижается трение, увеличивается выбег. Ход автомобиля на нейтральной передаче. Дорогие производители присадок, внимание, подъем. Мы говорим про автомат. Наш, ши с вами, пользователи, пользователи присадки не ездят на нейтральных передачах. Но не ездят. Им не надо. Просто этого не надо. Вот этого всего. Не надо им выбег увеличивать. Не получилось ли так, уважаемые производители, что вы взяли инструкцию... Надо было, кстати, купить баночку для механики и сравнить. Может быть, это абзац туда случайно попал? Про увеличение выбега на нейтральной передаче. Нет проблем с выбегом на нейтральной передаче. Но про трение вы очень сильно меня напрягаете. Вот этим вопросом. Про снижение трения. Потому что, когда вы про это говорите в моторе... Ну, я это хотя бы спокойно пропущу мимо ушей. Но когда вы говорите про это в коробке... Это внимание. Понимаете? Раз, два, три... Четвертый пункт эффекты. В разделе эффекты. Защитить коробку передач от износа. Фуф. Ну, хотя бы наши с вами пошли слова. Что предлагается или в чем состоит эффект? Защитить коробку передач от износа. Сформированный слой. Ну, вы помните, поняли. На поверхности деталей формируется с помощью этой... Не могу это никак не опровергнуть, не подтвердить. Не проводил химические анализы. Смотрю, для чего это. Слой на поверхности трения и плотный масляный слой. Давайте еще раз. Сформированный слой на поверхностях трения и плотный масляный слой. То есть на поверхностях трения есть две поверхности трения. Одна деталь. Вы помните, в книжечке она не плоская, она вот какая-то. И вторая деталь, она тоже какая-то. Она тоже не плоская, а вот какая-то. Значит, есть сформированный слой на поверхности трения. Вот он образовался. На поверхностях трения образовался некий слой. Никак не комментирую это. И плотный масляный слой, и еще какой-то слой масла плотный. То есть масло уплотнилось с помощью присадки, образовало дополнительный слой. Я делаю на собой усилия, чтобы не ругаться в интернете плохими словами. Но вы себе можете позволить все там на той стороне, так сказать, экрана. Итак, у нас есть вот слои. Существенно снижают износ и увеличивают срок службы агрегата. Ну вот, про снижение износа. В предыдущем пункте я уже сказал, что коробка передач – это важнейший момент. Это два ключевых момента. Это первое – правильное давление в разных узлах, которые формируются гидроблоком и несколькими последовательными регуляторами давления. Это не только электронные, но и механические плунжеры. Строго правильное давление. Строго-строго правильное давление. Плюс правильное трение. Момент трения. Трение. Потому что суть работы коробки передач, кроме того, что там есть планетарные редукторы, фрикционные диски, вот момент схватывания фрикционного диска – это строго определенный график давления, нарастания давления во фрикционном пакете, когда фрикционный пакет некоторые несколько миллисекунд еще подбуксовывает, а точнее два фрикционных пакета. Оставлю ссылку, посмотрите, причины пинков в коробке передач. Два фрикционных пакета. Один разомкнут, второй сомкнут. Один разомкнут, вот у него фрикционные диски разомкнуты, а другой сомкнут. Нужно для включения, для плавности включения. Это вот основная беда и задача производителя. Этот пакет сомкнуть, а этот разомкнуть. В строго определенный момент, строго синхронно, и для этого сюда подается давление. Не вкал-выкал, открыли-закрыли, а подается давление с помощью специального клапана по специальному графику. А отсюда сбрасывается давление по специальному графику. Для того, чтобы был момент перекрытия, когда этот пакет уже схватился, но еще подбуксовывает, а этот пакет еще не разомкнулся и еще подбуксовывает. Тогда происходит беззазорная передача крутящего момента. Этот сжимается, задержался и сжался до конца. Этот разжимается, задержался и разжался до конца. И вот этот момент строго определен, строго, строго трение, которое производитель зарядил, производя огромное количество экспериментов с разными материалами, паре трения между фрикционными дисками из специального материала и стальными дисками из специального материала, ну ладно, из стали. Вот этот момент схватывания, частичной пробуксовки, это огромная работа, которая была проведена, чтобы сделать правильный закон давления и правильные материалы. По-другому не скажешь. В нашей работе отдельная тема, вот на эту тему давление и трение, это работа, правильная работа блокировки гидротрансформатора, где фрикционный пакет, ну фрикционные диски, если это фрикционные диски, либо фрикционная накладка, работают в режиме ограниченного скольжения. Вы представляете себе, насколько компьютер плавно регулирует давление, которое подается в гидротрансформатор, чтобы вот это было и не схватилось, и не отпустилось, а вот скользило, и тогда идет частичная передача крутящего момента. По такому же принципу работают многие, ну например, раздаточная коробка на BMW, когда передний мост подключается плавно через фрикционный пакет, и этот фрикционный пакет, он не вкл-выкл, а он скользит. И вот на все это инженерное чудо и годы инженерной работы приходит производитель присадок и говорит, сейчас я снижу трение. Я сейчас снижу трение, у вас появится выбег, и трение мы снизим, потому что мы наберем специальный слой на поверхностях трения и еще специальный второй слой. Помните? Это не я написал, это производитель написал. Сформированный слой на поверхностях трения и плотный масляный слой. Он нам снижает трение. Все наши инженерные разработки, уважаемые производители, ZTEFA, AISINA, JATCO, тысячи рублей. И все. И вот оно, как бы счастье. Все ваши разработки по поводу правильного давления и совмещения этих тонкостей и законов, потому что чуть-чуть нарушается трение, пакет будет один смыкаться, чуть позже вы получите тончок. Чуть раньше разомкнется, вы получите толчок. Тысячу рублей, и мы вообще за законы трения чик-чик, поверхностный слой. Фу. Вот, дорогие друзья, про присадки что. Понимаете? честно говоря все эффекты 1 2 3 4 5 облегчить переключение передач снизить гул увеличить выбег и защитить коробку от износа четвертый пункт все вот для чего предлагается эта присадка ну я в шоке а вы не знаю но подождите мы еще продолжаем читать вот эту сторону инструкции потому что здесь еще есть вариаторы 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 вариаторах два эффекта первое восстановить натяжение цепи ну мне не жалко и не сложно я бы даже сказал с удовольствием специально для производителей присадок а также для всех моих зрителей я напомню что такое которая обычно называется ремень но в силовых вот на мощных там уранах там стоит вариатор у которого действительно физически как бы цепь то есть ремень но более усиленный и называют цепь но обычно в вариаторах вот эта штука на мод между двумя конусами называется ремень но производитель назвал ее цепь может быть не знает устройство но давайте я для него расскажу у нас есть ну вид сбоку одна пара конусов рая пара конусов и каким-то образом между этими конусами вот так проходит ремень посмотрите мою недавно у меня есть ролик двух час с двух частей устройства вариатора вы поймете два конуса расходятся сходятся два конуса расходятся сходятся и меняется передачное отношение уверен все понятно значит нам присадка предлагает восстановить натяжение цепи ну наверное имеется ввиду ремня но да ладно каким образом восстановленная геометрия конусов и более плотный на их поверхности слой масла обеспечивающего сцепление с цепью предотвращает проскальзывание цепи давайте по порядку восстановление геометрии конусов в чем проблема конусов я приложу вот шортс выложил вчера и сейчас приложу кусочек этого шортса без звука что такое износ конусов износ конусов это когда происходит пробуксовка цепи или ремня здесь по конусу появляются кольцевые натиры надиры вот задиры они вот ногтевой тест не проходят это вот когда ногтем и цепляется вот до такой степени обычно они идут на крайних режимах это обычно либо по внешней либо наоборот по внутренней части где вот хуже всего потому что понимаете одно дело передается усилие по внешней кромке вот какая длина контакта ну и площадь или усилие по внутренней кромке вот какая длина контакта чувствуете разницу поэтому обычно один конус начинает сорваться здесь но про проворачивается все и вот это просто наступает я специально попросил не коллеги разобрали вот эти конусы вот чтобы можно было вот так увидеть посмотрите как это выглядит нам предлагают восстановить геометрию конусов восстановить геометрию конусов можно если проточить эти конусы вот взять и резцом на токарном станке снять задиры посмотрите на как выглядят эти задиры и вы поймете что нельзя их растворить замазать и неким поверхностным слоем прикрыть если только ваш поверхностный слой не составляет несколько десяток там одну десятку или две десятки тогда у нас появляется новое напыление металла но честно скажу не поверю но это был первый момент кстати говоря про проточить это не наш метод я его не рекламирую по одной простой причине поверхность конусов упрощена упрочнена на очень небольшую глубину ну не знаю 1 2 десятки возможно цементации не знаю может быть азотированием у меня нету точных данных но это вот небольшое поэтому проточка конусов нарушает их геометрию и зачастую срезает еще и вот этот каленый слой а дальше там сырье поэтому восстановить геометрию конусов можно только вот не знаю как при ремонте я извиняюсь мы используем новые конусы потому что с этим ничего нормально нельзя сделать но я читаю дальше более плотный слой на их слой на поверхности масла обеспечивает сцепление с цепью значит давайте дорогие производители присадок расскажу вам а в присутствии свидетелей как обеспечивается сцепление с цепью два конуса но не буду сложно рисовать рисунки вы понимаете два конуса между собой сжимаю цепь есть две пары ну две катушки две пары конусов конусами обычно это устойчивое словосочетание которым мы называем вот эти вот детали конусы как видите в каждой из этих катушек эти конусы могут сходиться и расходиться реализовано это вы видите как один конус неподвижный а второй конус может придвигаться и отодвигаться делается это с помощью давления масла который в данном случае вот в этой катушке попадает вот сюда специальную ем специальную полость здесь поршень уплотнение по кругу сюда подается масло соответственно если масло не подается нет давления конус расходится если подать сюда давление конус будет сходиться ремень сжимают ремень в мощных версиях это gf 017 там действительно стоит силовая цепь но в основном это металлический наборный ремень сжимают этот ремень за счет чего обеспечивается сжатие ремня конус это ну вот конус 1 конус 2 между ними в разрезе ну вот ремень он такой вот формы или цепь она такой же формы площадь контакта вот по крайним каким-то поверхностям вот здесь вот здесь фактически поршень вот сюда подается масло один конус стоит неподвижно второй конус на его на него что называется наезжает или отъезжает и таким образом можно раздвигать эти конусы но они раздвигаются не вместе а один конус стоит на месте а второе это дни от него отодвигается или задвигается здесь поршень ну сейчас чтобы не морочиться поршень и есть уплотнительное кольцо подаем сюда масло под разным давлением и обеспечиваем сжатие конусов вот так обеспечивается зажатие ремня между конусами дальше если нарушается давление вот это давление которое сюда поступает вот если она нарушается конуса сжимаются но недостаточно и начинает прокручиваться ремень так умирает вариатор почему теряется давление потому что это давление приходит из гидроблока где регулируется с помощью нескольких клапанов регулируется давление и когда в этот гидроблок попадает металлические продукты износа которые все равно появляются происходит нарушение подачи давления нарушение сжатия конусов неправильный закон сжатие конусов разные причины и начинает пробуксовывать ремень появляются кольцевые канавки вот так уважаемые производители присадок разных происходит износ вариаторов и поэтому когда вы пишете обеспечивает сцепление с цепью и предотвращает проскальзывание цепи это обеспечивается не ну не маслом напомню вот на вот здесь вот точки контакта точка контакта я постараюсь найти вам фотографию как выглядит новый ремень новый ремень он состоит из таких пластинок а на каждой пластинке такие выступающие штучки как протектор на колесах для того чтобы выдавливать масло вот так выглядит новый ремень и прижимается вот этими металлическими выступающими элементами прижимается к поверхности конуса вот так это работает не надо здесь менять маслом ничего не надо это не про это вообще совсем фух но если второй пункт для владельцев вариаторов который написан как эффект продлить строп срок службы агрегата каким образом этот состав обещается продлить срок службы агрегата обработанная составом поверхность конусов мы помним что на ней появляются некий защитный слой ну некий слой значительно меньше изнашивается в процессе использования что продлевает ресурс агрегата ну вот это без тестов не проверить я это не проверил и не могу проверить и не проверю и не буду проверять и вам не советую потому что если в других местах помните первый второй третий пункт про коробку передач где написано снижает в третьем пункте потери на трение снижает потери на трение вот в тех металлических деталях автоматической коробки передач этот состав снижает потери на трение а вот когда он заливается в вариатор то конусы меньше изнашиваются но мы понимаем что если снижается потеря на трение ну увеличивается назовем там скользкость потому что же у нас же некие поверхностные слои они же не упрочняют это же не азотирование не цементирование не восстановление железом или вот не появление какого-то мифического металла это некий поверхностный слой ну а может быть и появление химическое какое-то в общем не знаю кто но если там она снижает трение то здесь она по идее повышает трение или упрочняет как-то в общем слова красивые но исходя из принципов работы вариатора не очень понятные совсем непонятные запишите производители этого эти этой присадки себе в плюсик я явным образом не говорю что все плохо в этом пункте потому что он непонятен каким образом можно так обработать поверхность конусов что она стала значительно меньше изнашиваться она стала значительно меньше изнашиваться все это были эффекты напомню что нам оговорили про разные типа коробок передачи поэтому уважаемые владельцы дсг вас не приписали не приписали к владельцам автоматов потому что про вас тут вообще ничего ну как бы эффекты автоматической коробки они как бы на вас распространяются про фрикционные стальные диски но вот как-то про вас не написали есть еще один абзацик на этой стороне при использовании состава в новых коробках в новых 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 вот для новых тоже надо написать существенно облегчается и процесс обкатки почему вот процесс обкатки вы понимаете это снятие поверхностных кто изучал теорию я расскажу банальные вещи которые все и так знают у нас есть первоначальные собранные поверхности они обработаны с определенным классом частоты но все равно там поверхность какая-то вот такая и есть вторая поверхность она тоже какая-то вот такая если посмотреть вот две поверхности мы сюда подаем масло и начинается трение и в период первоначальной обкатки происходит срезание вершин вот некоторых вот здесь и вот здесь ну чем чище обработаем но тем не менее вот происходит вот это вот это вот это вот это вот это вот это и вот это срезаются вершины и дальше начинается трение за счет масляного клина в общем все как все как всегда в учебниках ничего нового каким образом предлагаемый состав существенно облегчает и ускоряет процесс обкатки ускоряет облегчает вообще слово ни о чем ну а что значит облегчает процесс обкатки ну вот скажите мне для чего это слово здесь не понимаю но ускоряет процесс обкатки ну непонятно вот физика процесса есть две поверхности которые при обкатке срезаются вершины и появляется и дальше наступает уже некое равновесное состояние и уже там текущий износ как это можно ускорить для того чтобы что такое масло налить чтобы быстрее срезала вершины на трущихся поверхностях непонятно слово ускоряют зачем вы его здесь написали просто не понимаю объясните снижает последние фразы выделил вот рыженьким снижается риск появления задиров что такое риск появление задиров в процессе обкатки то есть вы нам даете какое-то сверх скользкое масло ну предположим вот предположим этот состав создает некий некое сверх скользкое масло и и снижается риск появления задиров хорошо как говорится вам надо про задиры их их есть у нас про задиры для того чтобы я вот занудный снижает риск появления задиров про задиры значит задиры это контакты в парах трения железа по железу значит такие у нас есть пары трения у нас есть пары трения железа по железу это все зубчатые передачи это планетарный редуктор это масляный насос все что работает как любой планетарный как любой редуктор это каленые шестерни обработанные Они трутся железо по железу. Износ, ну точнее так, мы же говорим про использование составов в новых коробках. У нас нет проблем с задирами, ну это точно так же можно было бы сказать, не используйте задний редуктор просто так, потому что там могут появиться задиры. Могут, могут, но при нормальном заливке масла задиров на шестернях не появляется. Какие еще есть пары трения? У нас есть подшипники. Подшипники это тоже пары трения, ну качения. Это могут быть в основном в коробке передач это упорные игольчатые подшипники, где происходит трение и они трутся в масле, они работают в масле. Не появляются проблем с задирами в этих деталях. На начальном этапе, чтобы можно было сказать, что залейте и тогда риск задиров уменьшится. Третье, у нас есть железо по, ну давайте напишу по бронзе, в общем утрировано, но для понимания, потому что в основном все валы коробки передач по бронзе или по алюминию. Вал коробки передач вращается на подшипниках трения, на втулках. Это железный вал, стальной, на бронзовый, ну бронзовый в общем какой-то сплав, либо алюминиевой втулки. Задиры на чём? На стальном валу, на бронзовой втулке, на алюминиевой втулке задиры в новой коробке не появляются при нормальном использовании, ну не появляются. Четвёртое, у нас есть железо, ну стальной, стальные наши, стальные диски и фрикционные диски. Задиры на чём? На железных дисках относительно трения по фрикционным дискам не появляются. Не появляются, ну совсем не появляются, вот ну совсем. Ну вот основные, вот не знаю, что я забыл, вот пары трения, вот прям основные. В коробке передач. В вариаторе, да, это ключевой момент, это железо по железу, это конусы по ремню или по цепи. В любом вариаторе точно так же есть подшипники упорные, в гидротрансформаторе, есть внутри в корпусе подшипника, есть обязательно фрикционный пакет или несколько фрикционных пакетов, есть обязательно планетарный редуктор, как минимум один, а в некоторых несколько, чтобы обеспечить задний ход, либо как в пятнадцатом вариаторе, двухступенчатый планетарный редуктор. Ну и всё это трётся, ну в общем почти все, наверное, вот где, какие пары трения. К чему я всё это рассказал? Не для того, чтобы хаять конкретного производителя, название которого специально закрыл, чтобы вы его не узнали, хотя это был слонёнок. Не для этого. А для того, чтобы сказать вам, что когда читаешь инструкцию, которую сам производитель вложил в коробочку, у меня по-честному складывается впечатление, что производитель этого средства не очень хорошо, говоря мягко, понимает принципы работы, принципы износа автоматической коробки передач. Вот всё моё предыдущее выступление говорило про это. Это первое. Второе. Я бы вот со стороны, с высоты понимания, и как говорится, давно живу, я бы сказал так. Вот у нас есть средства для двигателей, где снижается трение, и для механических коробок, где снижается трение. Надо что-то сделать для автоматов. Наверняка там тоже есть, где надо снизить трение. Ну, наверное же, там же есть масляный насос, и, наверное, мы снизим трение в масляном насосе, но ведь как-то же это улучшит. Ну, вот как-то, ну вот хотя бы вот столечко, но ведь улучшит же, ну, наверняка же улучшит. Фух, всё, давайте сделаем. Давайте. Сказал производитель. И сделал присадку для автоматической коробки передач, ничего не написав про реальные принципы, проблемы с износом коробки передач. И мне показалось, что у меня получилось рассказать вам своё скромное мнение на этот счёт. Если не получилось, если я кого-то обидел, или, не дай бог, производитель узнает себя в этом ролике и скажет, вы, это купленная реклама. Это не так. Вот не так. Поэтому лично наша рекомендация не используйте такие присадки, не используйте, в которых примерно так, как я сейчас прочитал, описаны процессы какого-то восстановления, которые вот я описал с точки зрения понимания принципов работы коробки передач. Вот если это работает так, как написано в этой инструкции, а это штатная инструкция, не я её придумал, вот она, штатная инструкция, то я не рекомендую использовать такие присадки. Вот не рекомендую, потому что написан, ну я бы не сказал бред, но это всё не нужно, всё, что там написано, это не нужно. В лучшем случае не поможет, это общий мой вывод, либо ухудшит работу коробки, потому что, вы помните, трение, трение запрещено. Вот трение запрещено трогать в коробке передач, запрещено. Нельзя влиять на трение, нельзя. В моторе там делайте, что хотите, а вот в коробке передач нельзя влиять на трение, потому что это заложенный процесс производителем. Три детали во фрикционном пакете. Стальной диск, фрикционный пакет и свойства масла. Три детали, которые строго подобраны друг по другу. Это нельзя трогать. И как только вы мне будете писать, производитель присадок, что вы тут что-то делаете с трением, это будет вот это. Точно. Поэтому моя рекомендация вот это. Этот ответ я отвечаю на вопрос про присадки. На примере одной конкретной присадки. А теперь обещанное спрашивается, а давайте про другие. Это вот ты взял вот что-то одно, а вот есть же другие, которые вот помогают. Это просто вот конкуренты тебе заплатили тех присадок, чтобы этих пахаять. Чтобы быть честным до конца, у меня есть еще два целых ролика. Они лежат в нашем архиве на Рутуб и на Яндекс.Дзен. Два ролика и там, и там. Я в подписи к этому видео приложу ссылки на оба ролика, на Яндекс.Дзен и на Рутуб. В каждом из этих роликов я сделал примерно то же самое. Я взял в первой серии, по-моему, 5 или 6 присадок, и во второй серии еще 5 или 6 присадок разных, но только я из интернета, я их все не покупал, чтобы не тратить и не выбрасывать деньги. А вот распечатал инструкции, описание, вот так, как это говорит производитель у себя на сайте. И почитал вслух и записал. Вот эти две серии, где примерно про 10 разных присадок, у меня есть. Посмотрите в подписи к этому видео, оставлю ссылку на Яндекс.Дзен и на Рутуб. Если еще не подписаны на эти наши ресурсы, подпишитесь, пользуясь случаем, обращаю ваше внимание, на этих ресурсах есть достаточно большой архив предыдущего видео. Поэтому подпишитесь, зайдите по ссылке и полистайте архив видео, вы много чего еще из годичной, двугодичной, трехгодичной давности точно найдете. Но вот ссылку на ролики про присадки, про разные присадки, которых я там почитал целый список, вы точно там найдете. Кстати, на Яндекс.Дзен, кроме роликов, я также выкладываю отчеты с Драйв 2, с еще одного блога нашего, текстовые отчеты по ремонтам разных коробок, которые мы в рабочей жизни, в обычной жизни ремонтируем, с фотографиями, которые я прикрепляю и отправляю клиентам в качестве фотоотчета. Если интересно, посмотрите, в подписи к этому видео есть ссылка и на Драйв 2, и на Яндекс.Дзен, там в перемешку можно выкладывать и видеоролики, и вот текстовые ролики, тоже приглашаю, подпишитесь, посмотрите, если интересно. Ну и как не сказать ответ на вот последний, вот там в заднем ряду сидит, вот вижу, вижу, а ухмыляется. Ага! Это вы просто себе работы побольше набираете, и поэтому говорите, не надо покупать восстановительные присадки, не надо, не надо. Сейчас они все их накупят, и мы останемся без работы. Дорогие друзья, бесплатно отдам вот этот купленный мною вчера в магазине специально для этого ролика присадку. Надеюсь, нету желающих ее бесплатно забрать. Надеюсь, нету. Потому что, поверьте нашему опыту, и опыт такой есть, те, кто захочет попользоваться и применить на себе, что это, что это, что это, точно вам понадобятся телефоны нашего сервиса. Точно! Точно-точно! Поэтому моя настоятельная рекомендация. Рекомендую не рекомендовать ни себе, ни друзьям использовать присадки в автоматическую коробку передач. Нельзя нарушать баланс! Нельзя! Это зло! Вот это! Вот это! Все, что вы можете сделать, регулярно менять масло. Все! И использовать масло по допуску. А те, кто подписан на наш канал, точно не пропустят ролик. Я его обязательно сделаю, который посвящен как получаются неоригинальные масла, как их делает производитель, откуда там допуски, кто их проверяет или не проверяет. Поэтому, если еще не подписаны, подписывайтесь. Надеюсь, как обычно, повеселил вас. Очень надеюсь, что вы правильно воспримете это все не как антирекламу, а как наше, мое скромное мнение, которым с удовольствием делюсь с вами. А с вами был Александр. За всем разрешите попрощаться. Всем счастливо. Всем пока. Пока.